Пять героев Продолжение следует... 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 конечно, здесь даблы. А снизу? Снизу у нас автолайф. 13 на 5 хрипстат, макс здесь 12 на 3. Все три линии выиграют, можно сказать, учитывая, что сверху они вровень стоят и две линии ведут. Снизу ведь тоже ровень. Снизу тоже все одинаково. Более-менее, да, там плюс-минус парочку хрипов, это не важно. Ну да, наверное. Ну просто мид очень сильно выигрывается, поэтому получается, что две ровных линии и одна очень сильно в плюсе. Разве что вот соло, который фармит леса, это как-то выравнивает. Да, компенсирует. Ну и в итоге мы суммарно получаем равенство на этой четвертой минуте. Все чувствуют себя неплохо, ферзбадов никаких нет, перемещений пока тоже. Ну вообще из перемещений нас может только соло, наверное, порадовать, потому что есть у него смог найти более-менее каких-то адекватных суммонов, которые позволяют гангать, и можно заходить. Ну как минимум, конечно, на топе нужно даблу прогнать. Смотри, как магу тут вообще к крипам не дает подойти. И уже у них был равный крипстат, а сейчас уже энчандрос отрывалась на 5, и все еще не может он подойти к крипам, она его просто отгоняет. И там никакой щиток не помогает, все-таки, посмотри, бестмастер как получает. Он даже если до нее добежит, не сможет меняться хп из-за антача была. Конечно, насколько сильно это энчандрос, это ужас вначале. Ну, балансится это, конечно, с левелом, у нее всего лишь единица, прибавка к силе, это, наверное, самая маленькая, и одна из вообще какая-то, я такой маленький даже и не видел в доте. Тем временем, выход на Рамзеса. Кином, держит его в Шеклсах. Паша здесь, есть Шоквейв, это ферзбат для всем за слайеров. Не смог бы никак Висп там помочь, он пытался подойти. Дальковато был Бэйн, который пошел чекать руны. ПБ, хороший ПБ от Вегас Квадрон, удачный выход от Соло. Наконец-таки мы его увидели под смоками. Ну и посмотрим, что будет дальше. Пока, пока, пока что можно отметить. Все-таки то, что ставили на харду Тимберсов и Бэйна, не особо сильно оправдывается. Почему? Потому что Паша имеет крипстат. Крипстат даже лучше, чем у энчандрос на легкой линии. И, ну, вроде по идее должен страдать. Не страдает. Рамзес сейчас, конечно, дат прокаст. Опять же, не так страшно. Слабый пока что у него прокаст. Ну, кстати говоря, Рамзес — это один из тех героев, которые отпушивать, видимо, будут. Там Тиннис и Ганим, плюс его всякие чекрамы против Некрачей, волков и крипов Чена, пока у Чена нету Ганима. Так что Рамзесу тут нужно тоже взять свой обязательно левел фарм. Это будет работать. Окей, а что же мы будем ждать Альфим Спирит, например, в этой игре? Ну, во-первых, конечно же, стоит дождаться левела шестого от Виспа. Когда у него появится релокейт, уже можно будет что-то придумывать. Есть там кому-то... Ой-ой, мага, мага снизу, посмотри, как его больно, энчандрос... Это два копья он получил. Он был фуловый. Ну, да, 400, конечно, хэп у него осталось, еще более-менее. Держит, пока маг под контролем, свое здоровье не подставляется под соло кейл. Круто. Там солдер не выходит. Слушай, Флай, ой, Флай, как? Куда пошел что-то? Флай, проказ получает, пытается тянуть, забивается потлом, Флай выживает на 15 хитах, Флай. Лол. Как же он агрессивно зашел, что он здесь делал, непонятно, но в итоге просто потратили на него ману и сейчас уйдет спокойно домой. Да, хорошо. Стоит отметить, что маг грамотную раскачку выбрал. Он особо не старается этих замаксить кабанов против энчи. Взял топорики там, все-таки топорики залетают по ней знатно. Может, он получился. Да, и Лина, конечно, это вот хорошее оружие против энчандра здесь будет. Благо, она есть в игре. Расставляют варты во второй стадии вега. Первые уже скоро упадут. Вот как раз-таки успели увидеть, что Сема поставил его сюда. Сема еще один вард поставил. Мы видим супер агрессивные варты, причем на верхнюю часть карты. Братите внимание, вот здесь вард, здесь вард. Вот здесь вард, еще и вот здесь вард. Четыре варда, четыре опса. И все это практически на одну примерно область. Вот просто, насколько же Тинни выигрывает свой лайн. Учитывая крипстат Чена, у него примерно, ну, у Чена вместе с Линой примерно столько же, сколько у Тинни одного. Энчантрас при этом перестал так сильно обгонять бестмастера, но Тимберсу также не отстает, что удивительно от своего оппонента на хардлинии. Так, и все, стягивается. Энчантрас уходит, стягивается Тимбер вниз. Ему очень важно сейчас фармить как следует. На Afterlife определенный левел уже получил. Левел шестой он имеет. Соответственно, может и как колеса фармить, так и может выходить куда-то, так и может, в принципе, но оффлейн даже перетянуться. А Тимберу важно крипов дать. Он все-таки получает деньги и будет позиционировать тебя как убийца, как не крути. Ну что, у нас там бисп надел из стаков, приходит Сумон и Чена, развлекает их, видим, айсберг. Есть еще Эвеландж. И Эвеландж, да ладно! Одного криповичка забрал, остальные все-таки ушли. Хорошо. Застанил кентавр. На мой взгляд, все, что сейчас происходит, на руку веке, потому что они не проседают, они потихоньку фармят свои артефакты и выйдут в свой пуш. И выйдут они, скорее всего, гораздо раньше... Ну, скажем так, если они выйдут по плану, не смогут с этим пушем ничего Тимспирит поделать. Ждем от Тимспирит каких-то активных действий. Они должны прекрасно понимать, что просто вот такая вот игра не поможет. Смогте в реанимат соло. Нашел двух крипов. Маг к нему тоже потянулся. Есть Праймл Урор. Снюков-то можно пытаться кого-то забрать. И выход, судя по всему, будет на мид-линию. Там, где пока стоит Тимя, но рядышком забываем. Есть Афтолайф, есть еще и Флайф. Тимя ушел на Афтолайф. Флайф, Флайф, Маг сдает Праймл Урором. Соло нюкает. Сотир дает Шоквейв. Ну и забрали. Конечно, что самое приятное, цель, которую убить проще всего. И там Афтолайф поднимается на хайгра, но бить как Афтолайф. Чем вопрос? Это там тачебл четвертого уровня прокачки. Да, там Шану Шаман, ты посмотри, вместе с Линой разобрали еще и Тимя. Два фрага делает Эго Спадрон. Афтолайф пошел вообще Соло выбивать. Приходит Рамзес, Чак Рам, Соло минус. Да, я не совсем понимаю. По-моему, Афтолайф сам не понял, что он может тут просто всех развалить. И Соло это не сразу понял. В итоге два в один размен, но размен на Тини очень хороший для Веги. То, что они сейчас его убили, там как-то не успел помочь не Висп, потому что он был в таверне, не Афтолайф, потому что он занимался с двумя саппортами. И в итоге Тиника сбрили. Сбрили, да. Очень интересно, как Тим Спирит использует своего Бэйна. Вот казалось бы с суппортом, но на Уфлейне проводит он очень много времени. Сейчас в начальных таких передрягах не принимал участие. Оставляет ему левел. Вообще шестой. Да, возможно хотят шестой от него получить. Интересно очень. А к Бэйну еще мы не видели, чтобы юзали. Обычно это все-таки герой, который возле миды, там старается ютиться, бегает, роумит. Ну и обычно у него всегда проблемы из-за того, что он шестой не может получить. Здесь решили с этим избавиться от этой проблемы гораздо пораньше. Тем более, что он в принципе, ну он не нужен. Особо на миде он не поможет. Там и так ситуация хорошая. Куда-то в лес идти. Зачем? Когда в лес может уйти как раз таки Энч Антрас. Он просто стоит вот на харде. Вот сейчас приходит сюда Энча с тролем. Он также был четвертого левела. Да, тут ей просто вот пока ничего особо никто, кроме Лины, сделать то ей не может. Лина Шаман. Это та самая контра. Не окей, не окей, не окей. То, что будет помогать с ней расправляться. Опять же, очень у нас неторопливая игра развивается. Все идет своим чередом. 3-1 счет на десятой минуте. И формат мы видим чуть получше, чем Спирит все же. Хотя по графику опять же 0. Ну, да, очень ровно все. Виспу нужен шестой, он к десятой минуте сейчас может его получить как раз таки. Убирает руну Энвиза. Паунтирун у нас разбивает тролль. Контроль за спиритами. Рун. В целом пока да. Пока да. Что мы с вами можем сейчас ожидать? Ну, во-первых, да. Шестой висп. Хорошо. Шестой висп. То есть уже можно залетать, можно инициировать. А с другой стороны, у Паши есть уже Владмир практически. Сёма имеет борды. И Соло имеет левел шестой. Пошли на бестмастера. Так, хвост. Шанс для мага. Хороший выход. Мага забирают. Ну, ты продолжил твою мысль. В общем, абсолютно прав. Сейчас будут падать вышки. Должны падать. Уже давно пора забирать, учитывая, что ворды появились у Шамана. Чен там скоро с Меккой будет. Владмир. Всё, попробуй это останови. И я думаю, что с падением творов довольно быстро должны появиться Некрачи. Всё это должно ещё сильнее, как бы, как бы, увеличить пуш-потенциал. Но нужно, нужно выходить. Потому что пока что Тинни отрывается. Инча очень хороший нутворс имеет. Тимбер тоже. Да и саппорты более-менее свой левел взяли. Там Бэйн почти шестой. И Висп шестой. А Висп только без сапога бегает. Немножко неприятно, конечно. Все-таки к нутворсу они уступают саппортом Вегас Ворон. Тем не менее. Сниз подключение от Соло и Сёма. Идут они вот так вот к магу. Мага из Праймурор. Возможно загангать с элементом пуша. Просто пушить. У него нет туман. Да и просто он, наверное, задоджит. Да. Зачем драться, когда Тинни уже сломал почти тавр на миди? Это будет хороший размен для этим спирит. В учетом того, что все-таки куш-потенциал на данном этапе веки получше будет. Ставятся в ворты. Ну, тут да. Просто на тавр стоит забыть. Забить и забыть про него. Не спасти никак. А вот миди забрать бы надо в ответ. Там слифа уже нет. То Сэвлэнч пробивает тайн. Братишь виск рядышком. Вот виск подтягивается. И тавр тоже минус. Размен тавр по тавр. Ну, хорошая для спиритов. Пока что свой пуш-потенциал на размене. При том смысле, что там инчай сделала. Ликан просто какой-то жалкий щенок по сравнению с этой козой. Которая убивает волка. Пошел релокрейт. Сеточку накинул. Релокрейт. Паша уходит. Здесь просто вышку забирать. Да. Кликает айсберг. Мол, давайте не будем за ним гоняться. Слушай, а там-то Глиф еще есть. Надо бьюзать. А почему Глиф-то не юзаем, ребята? Глиф, Глиф позволяет тавр спасти. Глиф сразу после. По классике. По классике. Как у папочки у меня. Ну и теперь нету Глифа, чтобы задефить тавр там снизу, если его пойдут сплетить. Это на самом деле мелочь, которая здесь повлияла, повлиять может довольно сильно. Темп неплохо сбивается и ускоряют спириты. Ну, типа да. Тинни ты прилетал, релокейт мог бы потрачен быть пустую, если бы просто прожали Глиф. Улетели бы весь тинни и все. Тавр недобитый остался. Мог бы даже знать его или контроп платформой. А так и релокейт реализован был. Тавр сломали. Энчантрис по ходу дела в итоге. Получается, что на топе стояло не зря. Покупает себе вообще драгонлендс уже готовый. Огромные рейнджи будут расстреливать. Ну и вот еще о том, чем говорили аналитики, оно все в принципе по итогу сбывается. То есть на линиях тимспирта стояли неплохо. Вега сдоминировать, запушить пока не смогли, ибо за 13 минут один тавр это мало. И будет стоять Энчантрис, который будет с огромнейшей дистанцией выдавать импетусы, и который будет убивать очень сложно. Ну и вот вопрос, Вега. Что делать? Да, там инфа в Твиттере. Я только что прочитал, что дебютное появление Тимбера от Team Spirit. Мне казалось, что я где-то видел его, но нет. Статсмен наш врать не должен. Твиттера статсмен. Да, вообще наши статсмены редко обманывают. Хорошо. Больше, пожалуйста, информации. Пишите вообще по хэштегу RuHub что-нибудь. Аналитикам пишите, нам пишите. Мы в паузу впервые вас можем взять. Хватит на Рошу. Так, огромная капша. Ну, вообще не реагирует на это никак к Тимспирту. То ли не видели. Вообще Вижен, конечно, здесь отсутствует. Да, они просто пока что сплитят. Там у Тимбера почти Бладстоун. Энчантра спокойно давит топ. Они должны понимать, что на Рошане. Я думаю, что даже уверены в этом. Ну, потому что посмотри, где Энчан находится. Ее тут даже никто не встречает. Она сейчас собьет полвышки. Это в лучшем случае для Веги. А то и вообще... А, еще идти не пришел. А фортификация нету. Его потратили. Минус Тавр. Эх, где же тут Глиф, который так нужен? А его нету. Даже не стягивается Вега. Ну, вот первое ТП, второе ТП. И вот даже эти ТП-шки испугали Тимспирит. Ну, да. И зачем, как бы, пытаться здесь дамажить Тавр больше, чем нужно? В следующий раз его можно будет забрать. Сейчас он будет неденайбл, скорее всего. Да, у него останется аккурат там. 200 хп остается. С запасиком как раз таки. В следующий раз просто идти не придет. Сделает тычку Тос и убьет его. Да, там снизу Тавр тоже довольно серьезно битый. И Катапульта его поддамажила. Опять же, остается возможность сюда подойти Тимспиритом. Может быть, на релокете. Может быть, просто пешочком и забрать деньги. Ну, и вот, окей. Сейчас у Вега Сквадрон. Что мы видим? Немножко денег отыграли. За счет того, что забрали Рошана, появляется у них Аегис. Есть Медалька. Есть первые Некрономиконы у Мага. Есть Мега у Соло. Но, казалось бы, все, пора. А, да. Все, мы есть варды. Почувствую разницу между прошлой игрой и этой. Потому что у Веги был такой сплит-пуш, скорее. А у Спиритов пуш. В этой наоборот. Но в этой Веге уже насносили ТВРов больше, чем они. Они снесли одну вышку. Им сломали уже почти три. Ну, сейчас три будет. Снизу как раз Стинник займется. Найна прилетали на релокете. Хотели Суманов Чена подловить. Но моментально их стп шел Соло. И в итоге достается только Тавр добивать. Висп, так понимаю, улетел один. Айзерка оставив снизу. Ну, к слову, Айзерк после сноса Тавра будет уже иметь агоним. Что? Хороший тайминг, в принципе, показывает. Он подкинул бы тосиком крипа, добил бы эту вышку, но ни одного крипа рядом. Стоит разменяться здесь. Да, ну-ка. Ну, одновременно практически забирают. И вот он, пожалуйста, агоним. Ну, и по-прежнему, конечно, пока от пуша отбиваться довольно сложно, чем Спирит. Вопрос, будут ли они сплитить, пытаться. Тут же потому, что Лантер 2 заходят. Ну, уже не остался. Сплитит по-прежнему бьет. Агонима, конечно, повеселее сплитилась бы. Агонима пока нет в инвентаре. Ну, вот он, тот самый страшный пуш, про который и говорили. Который, попробуй остановить. Выходит, Сёма. Нужно хватать флая. Флая хватают. Рассказ. Пошел минус флай. Полетели импетусы. Сёма, еще один импетус. Но нет, не стали лезть дальше, учитывая, что есть мека. Ну, отдали виспа две вышки. Пойдут дальше, но... Что то? Там варды есть. Ты посмотри, там есть варды. Они сохранили их на тир-3 тавер. Бега! Я думаю, что с вардами... Да, может получиться. Нужно инчан разбивать. У неё бешеный радиус атаки здесь. Пошли импетусы. Очень больно в Пашу. Паша теряет хп. Тимбер тем временем разбирается с вардами. Ну, да, легко отбились очень. Всё-таки инча много дэмэджа может вот так вот на разворочек вписать. И уже много чего потратили. Там сдохли всякие некрачи. У крипов чена хп мало. Есть ощущение, конечно, что под испугались так айсбр, когда увидели, что у него такое деревце в руке имеется. Думают, ничего себе. Уже? Не, к такому мы не готовы. Разворачиваются и убегают. Ну, вот этот суперранний аганим на тине, когда он носит его в двух руках. Ну, всё, появился уже 11-й левел. Нет этого эффекта шикарного. Ну и что вега в итоге? Вега в итоге заработали своим таким довольно мощным выходом. 2000 преимущества. Но по вышкам ситуация сейчас может выровняться. Потому что идут по верхней линии. Там очень битый тавр с 200 хп. И пока что суперпуш не так круто работает. Но уже опасно. Судя по прошлому выходу, ну, по тому, как бодро ломались товара, вега набирает свой вот именно критический потенциал. Некрачи сейчас будут третьи очень скоро. Решил БКБ сделать. Ну, действительно, суммонов хватает. Скорее лучше боевой потенциал добавить. Так, вега обходит. Хотя тайсберга. Слушай, ну тут уже нужно релокейт раскручивать. Уже нужно релокейт раскручивать. Релокейт раскручивать. Релокейт раскручивается. И, слушай, даже тени, наверное, не убивали бы этой ситуации. Всё мимо залетело. Ну, могли. Мог там Сёма как-то попытаться. На самом деле, Сёма чуть ещё и виспа не схватил. Но, в итоге, виспа здесь отдадут. Вышку заднали. Там Пашу нашли. Пашу нашли. Держитого финсгрипп. Идёт Айсберг. Фокус таймингу будет давать ещё Эволэнс. Ну, тут сейчас Крам без шансов для Паши. Ой-ё-ё, он же а Егис стоит. Ладно, но Егис там оставался минутка с небольшим. Но вот вторую жизнь давать явно не хотелось. Накрыло его Тимберсо. Тимберсо в итоге забрал килл. И тут же нажали Смок. Ну, не знаю, зачем нажали Смок. Кстати, тот вот вард мог испалить Смок. Да, они даже не пошли никуда в атаку. Куда вы пойдёте? Вы только что Кэрри убили. Зачем вам идти в Смоках? У вас и так всё хорошо. Вот. В общем, хороший выход. Да, нашли Пашу, пока разбирались с Виспом. Тимберсо 10 зарядов в Латстоуне. Внезапно, кстати, у нас ничего практически. А где он ещё один забрал? Кого они убивали? У... У меня уже восемь по дефолту. А, может быть, два раза Ликана? Типа Саегисом и Беса. Это считается? Возможно, что так. Потому что больше они никого не убивали. Может быть, может быть. Вполне может быть. Всего лишь три фрага сделали Тим Спирит. И вот третий был защитный только после того, как убили Ликантропа. До этого было два, естественно. Минутка механики забавной. Да. Интересно. Вообще, мы видим, что огромное количество стаков делают Тим Спирит. Я сейчас просто представляю, как финиш сюда придёт. И какое-то дело всё зафармит. Сочно, да, будет. Ну и БКБ себе фармит, чтобы ворваться и просто там раскидать всех суммонов. Прежде всего, не получить дэмэджа от некрачей. Смотри, вот сейчас у меня пятьсот голды. И... Так. Так. Ещё чуть-чуть. Уже девятьсот. Ещё вкусные самые остались. Давай, давай. Оп. Ну, семьсот голды за десять секунд. Вау. Неплох. Говорит, спасибо Бэйну. Бэйн, давай ещё. Я скоро приду. Возвращается Вегас Патрон на свою позицию, на свою роль пушищих ребят. И тут они помедленнее. Будут стати Тир-1 теперь уже с помощью вардов. Отбиваться от этого уже не хочется. Пока. Отбиваться от этого уже не хочется. Ну, варды потрачены. Можно и не отбиваться. Действительно. Продолжают фармить. Уже выходит в аганим Афтерлайф. У него есть Драгон Лэнс. Это... Этот мастхэв артефакт на энчантрас, как выяснилось. Который увеличивает ей дальность атаки. Она там получается совсем жёсткая. Ну, слишком крут этот арт. Что и говорить. Ну да. У нас, кстати, новые артефакты, которые появились. Они сразу закрепились за какими-то определёнными персонажами. Да. То есть, если мы не можем представить теперь Зевса без линзы, то теперь нельзя представить энчантрас без того же самого Драгон Лэнс. Собирают первым. И Лина. Вот по самую линзу, как раз я себе прятала. Есть Йоул. Стандартный айп-билд. Вот у Шамана тоже линза. Ну, вот эти вот кастеры. Которые увеличивают рейндж. Их нюков. Они стараются закупать себе этот артефакт. Бэйну, да, нужен. Всем нужен линия. У Лины даже её покупают во многом не из-за ультимейта. А скорее там и радиостанчика, который можно чуть дальше дать. И вот этот вот Драгон Слейв. Потому что Драгон Слейв-то там не просто радиус увеличивается, а ещё и АОЕ самого спыла в итоге. Ну вот эти вот спылы, которые меряются от героя. Угу. Они получаются прямо шикарные. Ну что, Вега. Вега вроде как свою массу набрали, а в пуш перейти не могут. И честно говоря, в этот раз я не скажу, что лейт настолько серьёзно за Вегой. Потому что, ну, самое страшное то, что у них есть, это пуш. Пуш, естественно, в глубоком лейте все эти неграчи это корм. Не более того, все эти сумоны, крипы. И для хорошего тинника с сильным АОЕ. Но он может, в общем-то, разобраться без особых проблем. Разбивают интересный смок. Прямо под по ощущением, что уже как будто корм для этого айсберга. Что он с БКБ с Агонима уже готова убивать. Так, заходит. Ищут солодча. Мак стоит. Мак стоит. Привет, Мак. Эвелинж Тосс. Мак дал Праймер Рот. Получается Финс Грипп. Подхилл был Соло. Он, в общем-то, не спасает, по-моему, это дело-то мага. Хотят куча смотреть туда смещение. Соло подловил Бэйна. Сеточку? Слив? Да, брат? Ну, тут должны забирать. Но, вон. Просто. Просто закинул. Есть у тинника БКБ. Релокейт. Бист, не успевает на Релокейте убести. Момент регистриции Релокейт. Его просто убили через Лакуну. И Айсберг в итоге подставляется. И БКБ его не спасает. Отличное. Минус 3 делаю пега с подром. Да. Ну, стоит к Флайу пока что обратить внимание на его игру. Уже не первый раз вот так вот у него с Релокейтами переключения. Вместо того, чтобы где-то стоять далеко и в самый последний момент использовать его, он чуть рановато тизерится. Из-за этого страдает. В итоге забирают Тинни. Там Лина была под дабл дэмэджем. Она его очень бодро разобрала. И фраг на магии не окупился. Тем временем засплитил низ. Но сверху-то осталось тер 3. И если сюда доберутся всей своей армии, может быть очень опасно. Успеет. Успеет возродиться на Тинни. А что интересно, тем спириты очень быстро стараются подготовить БКБ к такому финальному, можно сказать, пушу от Лего Сладром. БКБ одного Тинни мы уже увидели. БКБ сейчас появится также у Рамзеса. Ну да, им перетерпеть нужно вот этот именно критический момент. БКБшки будут решать. Огоним, всем скоро появится автолайфа. Все более-менее плохо. Ну, что касательно бесплатов, действительно не хватило доли секунды флай. Вот доли-доли секунды. Там вот эта, знаешь, грань, при которой ты мог и не успеть тизернуться, улетел бы сам. И при этом... Да, ну возможно. И там прям подлетает на тизер и Лагуна тут же в него залетает. Мне просто показалось, что он прямо очень-очень рано, но... В момент тизера прямо, понимаешь? Да, тогда очень хорошо. Ну, в любом случае очень хорошо здесь разобрался ноуан, не тратил свои спылы. Конечно, нужно поаккуратнее действовать. А то как-то получилось слишком круто. И БКБ потратил Тинни, и Веспа убили, и Байна, и Тинника. И отдали всего-навсего от наук Бестмастера. Не так уж и много. Так, ну что, Тимбер выфармил у нас БКБ. Я думаю, что теперь будет делать Аганим. Два чекрама решают. Инча почти сделала Аганим. Несмотря на то, что вроде какие-то там фраги есть, что-то есть, но преимущество Веги за всю игру не достигло даже 2000 золота и 3000 экспы. Аж 2500 экспы не достигло, и это очень мало. Ну и да, давайте на секундочку представим, что минута у нас 24 уже, а Тир-2 еще стоят. При таком-то пуше, потому что что не герои, никто все пушит. Туда и Господрон. Там дикая-дикая такая шарсегия. Сейчас через Рошана пойдут. Есть БКБ тоже у Паши уже. Третий микронный кон и готовый у мага. Юзует серпент варц на то, чтобы Рошана забрать побыстрее. Следовательно, на пуш не останется. Четыре минуты кулдауна. Ну, с другой стороны, две минуты можно и подождать. Тинни мог бы спокойно сейчас залететь, попробовать побить вышку сверху. Немножко не прочитали, что на Рошане решил... Да, решил сыграть более сейфово и, наверное, правильно, потому что от того, чтобы он побил вышку, много бы золота он не заработал. А вот убить эншентов в пару патчек – это всегда полезно. И можно выходить в Кирасу. Армора у него, конечно, маловато на данном этапе. Но появится армор, будет уже веселее. Да, ну, чтобы вот всё-таки от магического прокаста обезопасил себя путём покупки БКБ, Кираса позвонит этой физике тоже. Минчак купил себе Аганим. Теперь стоять ей нужно очень далеко. Бестмастер у нас с блинком. И это, наверное, самый такой сейчас опасный герой. Ну, наравне с шаманом, но шамана блинка нет. Просто вот что-то, что может залететь быстро, задизейблит тебя под линой. Разорвут очень быстро. Нужно играть максимально осторожно. Team Spirit. Ну что, у нас 8-4 счёт. 12 фрагов опять за 25 минут. Ну, то есть развивать события не быстро. И не сказать, что игра скучная. Да нет, она не скучная. Вроде бы всё идёт по тактике. Очень напряжённое. Напряжённое. По стратегии всё идёт. В общем-то, и та, и другая команда следует выбранному пути, который у них, там, на стадии трасса смортировался. И наблюдаем мы за этим. Мы ждём и знаем, что Вега сейчас пойдёт пушить. Ну, в отличие от прошлой игры, главное самое в том, что здесь Вега играет первым номером. Уже. И прям игры-то очень похожи. Герои, конечно, немножко другие. У Веги пуш такой чуть более опасный, чуть более улыновый. У Спиритов в той игре был пуш, который и в лейте суперсилён. И у Спиритов, в свою очередь, пик совсем, ну, совсем уж какой-то жёсткий в лейте. Ну, там вообще-то, представьте, кто остановит штизлотового тини? Вот кто его остановит? Как его вообще пробивать? Да, если ты бьёшь тини, то тебя энчантрас убивает. Если бьёшь энчантрас, тебя тини бьёт. Тут и то, и то. И ещё есть Тимбер, который там всё, что иммунно в магии не трогает, а всё, что не иммунно, он спиливает очень быстро. Эм. Ну, и определённый контроль на него нужно тратить, а не хочется, зная, что нужно держать там под каким-то дизейблом тиника. А Рамзэмс-то будет летать туда-обратно, от Тимберчения, и будет быстрым. Купит сейчас себе ещё какие-то травла, возможно. Потом будет в Ганим выходить. Непонятно, во всяком случае, Вега не торопится, опять же. Может быть, ждали, когда откатится Серпент Варды у Сём из Слэйер, но Сём из Слэйер уже имеет эти самые Вардишки. Где Вега? Вега. Может быть, ждут какого-то ещё айтема. Вопрос, какого тогда? Да, всё вроде бы есть. У Солок они... А, вот может быть, Солок сейчас зоопарк свой хочет насобрать. Есть у неё пока только один дракон. Вот-вот-вот, да. Выявили причину пока их неторопливости. Есть ещё и древний Крамозавр. Вроде бы достаточно. Есть ли Вожак Волков, например? Вожака Волков мы не видим. Ну ладно, без него, в принципе, можно. Взяли, видимо, Угармага. Ого, чародея, который будет давать армор. Мы вот по топу пришли пройтись. Но там-то дорожка уже протоптанная. По этому пути уже века однажды шли. И даже Тир-3 Тавр мы плохо пробили. Получится ли две минуты до потери Айгиса? Надо реализовать. Смелее, смелее. Ну, за время не даровали просто они спиритер. Пофармили. Уже есть Киперсон, Восемьсот. Ну, самый-самый возможный сейчас опасный момент за прошедшие, там, минут десять игры. Кипенчантрас на разведке. Где-то наверху. Тимбер купил себе блинк. Так, и пошел у нас Бэйн слипает. Мага, мага слипили. Тини с Виспом прилетели. Тимбер начинает бить. Ворды Расты готовы в любой момент поставить. Полетела птичка Бестмастера. Ну, и что? Висп у нас отправляется обратно. Ну, вернется на ТП, конечно. Тини продолжает здесь. Поднимают его в Уолл. Очень неплохо. Да, очень неплохо. Сбили весь Раскаст. В итоге Рамзес залетает. Наводит экшен в стане соперника. Раста в этот момент оказывается где-то на базе. Она поставила ворды, чтобы снести Тир-3. Удалось ей сделать. Сразу же забрали. Рамзес потратил БКВ. Остальные все сматываются. Рамзес пытается догнать. Догнать. Вот спилить этих самых эншентов. Нужно здесь тени. Без тени не обойтись. Там ты посмотришь, что творит Кентавр. Просто обрати внимание от чужой базы лего. Кентавр просто как Иван Сусанин уводит в лес поляков. Он просто не дает больше хрипов. С топа просто взял этих хрипов и уводит. Сейчас зато такая супер пачка пойдет. Ой-ой. Забирают Кентавра. И вся пачка несется обратно наверх. Боже мой. Какая огромная пачка. Ее обязательно нужно будет убить. Если она дойдет до базы вместе с таким вот подпушем, может быть очень бред. Тинни ждет. Тинни уже ждет. Тинни знает. Тинни чувствует. Тинни разворачивается. Сейчас к тебе придет просто много денег. Бей эншентов. Бей эншентов, убивай их. Вот Варт, смотри. Варт спалил. Они кликали. Они знают. Тинни не уйдет на тебя, конечно. Эншентов присамонят. Чем? Кираса уже есть у Тинни. Вот они. Вот они сладкие. Да, вот она супер пачка. Да, в итоге супер пачки у нас не будет. Ну, хорошая игра от Enchantress. Afterlife отвел заблаговременно Кентавра. Ничего в итоге кроме Tier 3 не забрали. Отбились с Team Spirit. Пережили этот сложный момент для себя. Ну и продолжают спокойно выфармливаться дальше. Кираса есть у Тинни. Он становится прочнее. Ну и вопрос, что же он здесь будет делать. На мой взгляд, довольно таки интересно смотрится бабочка против огромного количества суммонов, вардов, расты. Против того, что не может собрать себе МХБ и не может ее пробивать. Я бы поставил здесь на кристаллис. Удары издалека по Enchant'ам желательно наносить огромное количество урона, чтобы там и клиф там лучше срабатывал, и дэмэджа будет побольше. Хотя бы есть возможность Enchant'а забрать. Пока с текущим ударом, даже с Alt-Geras, Enchant'а все-таки не пробиваются. Что-то как-то 300 дэмэджа ему не хватает. Кристаллис, конечно, очень крутой артефакт с таким АОЕ. Посмотрим, чтоб возьмут. Может быть и бабочку. А у него денег, в принципе, не нашли. Ну, думаю, что скорее всего Кристаллис все-таки сначала, потому что там бабочка может быть где-нибудь попозже пополезнее. Еще не факт, что он вообще ее будет брать, учитывая, что там Лина, которая все-таки тебя пробивает, и ХП хочется побольше. А бабочка тебе, это все-таки не агильщик, не дает таких бонусов. Все верно, все верно. Поэтому Кристаллис с выходом в Daed House там по ситуации. Там можно и маншарды прикупать себе, если что угодно. Так. Ну, теперь стороны Веги. Что мы имеем? Мы имеем Дизоль, который только приобрел себе Паша. Новых артефактов особо, прямо скажем, не появилось. Да, потому что здесь всего лишь Тир-3. И когда пойдут пушить дальше Вега? И пойдут ли? То есть, возможно, придется дождаться очередного Рошана. Кстати говоря, не факт, что Тим Спирит уже этого Рошана будут отдавать. Факт, не факт. Ну ладно. Работаем вместе с уммонами. Что происходит вообще? Эти крипы уводят их как-то все время. Автолайф вообще, что он утворяет? Да, он чудит просто. Сусанин, а? Чантры Сусанин. Хорошо, я тебя понял, Автолайф. Надо за тобой повнимательнее следить. Как-то он не дает даже собраться сейчас Вега Складрон. Просто уводит пачки крипов. Да. Ну и Рамзес все еще так. Что там у себя рецепт? Травела, наверное, купил? Да, купил травела. Понимаешь, что надо бы уже с обычным сапогом как-то не очень бегать, тратиться все время на ТПшки. Крипы Чен подпушивают. Вот, кстати говоря, анчантрысты пробивает эншентов импетусами. Призывай крипов! Подхил. Призывает красавчик Соло. В итоге развел на ману. Изи развод на парочку импетусов. Хорошо. Если бы у них был еще кулдаун побольше, чем 0 секунд, было бы полезно. Потом с монополом разве что проблема Автолайф, конечно, вопрос будет решать впоследствии. Ну, тысячи маны, да, не так много, но это только начало игры. Он собрал себе вот этот Драгон Лэндс, собрал себе Аганим. У него все еще впереди, точно. Его, кстати, ни разу не убили еще в игре. Ну да. Форстав все приобрел, кстати говоря. Так, тем временем, Тимберсоу у нас находит Ноуана. Но Ноуан даже не попытался на него напасть. Все-таки Тимбер толстоваться своим Бладстоуном. Удивающая рука! Так, ну хорошо. Рошан появится через 49 секунд. И, в общем-то, Вега, я так понимаю, его что-то. Ну да. Интересно, пойдут ли Тим Спирит там что-то вообще пытаться делать или займут просто вот оборонительную позицию, будут до конца дефить. С одной стороны, идти на Рошана риск. С другой стороны... Ну, то есть, вместо того, чтобы идти на Рошана, можно засплитить все линии. Там Тини это делается слишком быстро, после чего спокойно продолжать сплитить и в итоге финальную там атаку отбить за счет Глифа. С другой стороны, если ты все-таки допускаешь возможность для Веги атаковать тебя, то шансы пробить бараки есть, если ты ошибешься. Но я думаю, что вряд ли пойдут на Рошу. Потому что сейчас Соло захилит своих хрипов, после чего он их призывает. Да. Прямо вот только что мы видели минуту назад то же самое. Ничего нового. Ну, в принципе, да. Единственное, что, конечно, это темп, с которым Тини фармит. Ему постоянно делают стаки на Энджин, так он защищает сели Саби с пяточком с ним. Обратите внимание на его Нетворс. 21000. Ну, ничего себе он обогнал там. Для сравнения, да, с Ликантропом 15, если что, разница в 6. То же самое с Линной. Обратите внимание на КПМ Тини 660. Ну, Ликан вообще никакой. У него вместо Кирасы Дейдалус. Ой, Дейдалус. Дизолятор. То есть он просто вот для того, чтобы делать тычку и снижать армор, чтобы там ворды, круче, расстрелили Тини. Кстати говоря, приходит сюда. Получает ульта от мага. Виспа стирают. Тини заслипали. Тини закерсили. В итоге Тини просто тапят. Тимбер врывается в БКБ. Да, все-таки не выдержала, как говорится, душа поэта. Ворвались сюда. Рамзес уходит. Блинк через три, две, одну. Но что-то его продолжает грызть. Все, ушел. Да, но Иван его преследовал, преследовал. Но все на кулдауне было, поэтому подловить не смог. На самом деле Тимбер своими такими врывами он сейчас спас просто-напросто Тини. Ну, во-первых, спас, конечно, Форстаф, который был у Иньча, и с этого раз, во-вторых, Тимбер, который ворвался и привлек очень много внимания. Ну, Иньча очень по таймингу выформила этот Форстаф. Ну и опять у нас Always One of Life загулял. Он, конечно, ну так можно изруинить эту игру, если в какой-то момент у тебя не будет нужного релокейта. Afterlife, красавчик, пропушил верхнюю линию тем временем и заставляет вернуться. Опять одним кентавром каким-то. То есть они в итоге и на Рошане подрались, и засплитить немножко успели. Ну, неплохо. Тракой это было сложно назвать, конечно. Потирали БКБшки, отдали с суппорта, при этом не сделав вообще ничего. При этом, ну, при этом, да, Вега все-таки из-за того, что сплитился топ, не смогли затихнуть. Тини даже БКБ не нажал. То есть его так долго держали в хиксах, что когда он смог нажать БКБ, ситуация уже была, ну, просто он убежал. БКБ только Рамзес нажимал, да, все верно. Ну, Рамзес уже второй раз спасает. Вот так вот он круто врывается. Пока там все ждут, когда приземлится герой из Юла, он просто заходит в БКБ и начинает раздавать. Аганим, конечно, ему понадобится, но вот он делает сначала Шиву. Именно чтобы быть проще, прочнее. Все-таки Аганим тебе не даст. Ты посмотри, все-таки бабочка. Я, честно говоря... Аналитик, что ли? Аналитик просто. Я сейчас перейду в соседнюю комнату прямо. Уже можно, да. Ну, слушай. Проводили мне там место. Ну, на самом деле, вот только с точки зрения того, что Сумоны его не пробивают и не могут собрать МКБ. Да и, в принципе, у героев тоже МКБ нет, и я сомневаюсь, что появится. Ну, Лина вряд ли будет покупать, разве что Ликан. Но если Ликан купит МКБ, то его, мне кажется, Инча будет убивать с двух импетусов. Ну, там да, там, в общем, такая сейчас ситуация у Ликантропа, что вроде бы и дэмэдж нужен. С другой стороны, нужно еще и выживаемость поднять, иначе беда будет. 1800 хп, это, конечно, никуда не годится. Так, Смог прожимает вега Складрон. Смог. Это мы что будем придумывать? Мы придумывать будем ганг, как раз таки, то, что боеки среализовать позже. Появляется персференс, мы видим, у мага. Маг, возможно, выйдет в рефреш, но все-таки там неплохо будет смотреться. Прям уроры, залетают, залетают того, Бэйна. О, пускабак подставился. Здесь прилетает Тинни, только что они придумали. И что вы здесь придумали, ребят? Тинни начинает бить Сему, вроде больно. Виспа, конечно, сразу сметает. Подхил, да ладно, Сему выхиливается после импетусов, стоит на месте Тинни. Зажали его просто в ордах. Айсберг тоже минус на минус 3 без байбэков, да ладно. Рамсес. Я просто слышу, как убирает там кто-то нас в соседней комнате после этого, но... Ээээ... Что сейчас исполнили Team Spirit и зачем? Я не понял. Я тоже не понял. Это просто такой трэш. Минус 4. Камера забавная, Тинни купил бабочку для того, чтобы... Ну, как бы мы объяснили, зачем он купил бабочку. Он прилетел в драку и первым делом ее нажал, чтобы ничего не работало. Минус 4. Кошмар. Так, так, исполнить Team Spirit. Ну, им сейчас должны снести, наверное, сторону. У Тинни нету байбэка, отбиваться нереально. Хорошо, если одну сторону им снесут. Ну, хорошо для них. Ну, на самом деле, Вегас здесь могут и... Поднажать, попробовать и чуть ли не закончить. Ликан, конечно, сгрызает очень жестко Веспа. Он не дерется со всякими прочными Тинни, Тимберсо. Он просто идет и бьет тех, кто... Ну, кого можно убить быстро. Идут на верхнюю линию сносить бараки. Да. Ну, вообще, такой у нас своеобразный обмен подарками получился. Спутой карте Вегас Патрон подарили минус 5. Теперь это сделали Team Spirit. Каблак еще раз отдался. Ну, тут уже все, по накатной пошли Team Spirit. Я так понимаю... Вега. Да, очень похоже на то, что сейчас игру просто-посто проиграют. Тинни постановится, но не будет бейма, не будет пенчандрис. Кое-то время пошел Рамзес. Ну, пытался прогнать. Даже, в общем, не получилось. Не пошли. Ну, нету, все-таки много спилов потратили снизу Вега. Нету вардов Шамана долгое время. У Бестмастера, я так понимаю, там, кулдаун на Некрачей. Да, было бы это все, было бы, конечно, интересней. Но, в итоге, потеряли только один барак. На самом деле, у Team Spirit еще нормальные шансы остаются. Они, конечно, нормально закинули. Но... Можно играть. Нормально. Нормально закинули. Виску нужен Госскипетр. Без Госскипетра его просто... ...тирает Ликанс Ливен. Госскипетр два раза подряд и без него. Виспа убивает Лину с одного ультимейта. Вот в момент, когда он притягивается на тизер. Это просто в секунду. То здесь Виспу, я не знаю, Глиммеры, Госскиптеры. Столько всего нужно. А он бомж бомжом. У него вообще артефактов нет. У него нетворс... У него крипстат 11 на 3. И нетворс у него 3500. Ужасно просто. И поэтому Флай даже жить не может. Он никак тебе не помогает. Никак его не спасти не может. Да, но вот это, конечно, расклад. Расклад. В любом случае, Вега своего потихонечку добивается. В общем-то, Барак-то они Милиш на топе забрали. Можно ждать 3 сплайвин до следующего Рошана. А можно, закупившись, 3 еще поверить в свои возможности. Да. Ну, ошибки нельзя допускать в любом случае сейчас с Спиритом. Тине не хватает. Ему явно какой-то... Ну, мне кажется, даже ему вот не хватает просто мобильности, что ли, угнаться за всем этим. Все слишком быстро. Он получается чуть ли не один герой, который бьет с руки. И... Когда особенно его зажимают варды, это вообще получается провал. Да, да. Ну, вообще ему не хватает, конечно, вот виспа. Очень не хватает виспа в драгах. Ни разу мы еще не видели какого-то замеса, где зашел бы Тине и сзади него был висп, который его там в локите в сторону отводил. Давал бы ему просто вот этот оверчардж бешеный, чтобы его вообще было не пробить и... Ну, висп слишком бедный. Вот, честно говоря, вот эти вот все смерти Флая, они привели к тому, что реально он получился беднее, чем в Бэйн в прошлой игре. Ну, да. Он такой бедный, что когда он идет по улице в одном ботинке, его спрашивают, где ты потерял второй, а он говорит, это я первый нашел. Ну, типа такого. Ну, действительно, смотрится пока не очень Флай, и поэтому, может быть, не работает Стратаркем сперед. Разожженный Тине, в итоге оказывается... МКБ все-таки купил Ликан. Ну, да. Да, тут может стрелять МАГ. Хорошее решение. Да, МАГ встревает. Тине, с какой стороны. В итоге забирают МАГа. Ну, первый фраг за долгое время, по-моему, такой хороший, добротный. Десять тысяч проигрывают. Хотя, для сороковой минуты это уж не так много. Гораздо важнее, что они БАРАК отдали, и их прижать сейчас могут. Плюс вот Тине, действительно, Тине бы пятерку на Творса сбросить и отдать эту пятерку виспу. Ну, трочку хотя бы. Хотя бы, да. Хотя бы что-то. Хоть что-то как-то забузить. Ну, Климер сейчас будет или ГОСТ. Что-то из этого. Что у нас господин Рамзес собирает? Шива у него уже есть. Две тысячи триста сверху. Можно попробовать Октарин, довольно сильный билд. Может, огони им с первого все-таки. Отбиваться лучше придется. Ну, он просто не пробивает, вот, ему тяжело там все настолько мобильно, он не пробивает ни змейки, ни крипов эншентовых. Так, снесли вышку. А где вообще я... Нелогичная игра какая-то. Сейчас Тим Спирит просто на хайграунд заходит. Вот нелогичная игра. Где там Раста пытается пробраться, что-то сделать, но в итоге просто довели до того, что Тине стоит и ломает барак, не в позиции, находится Вега. Приходят только сейчас драконы, поднимают воздух, Шива зацепил. О, только сейчас приходят. Вега такие, а они чё тоже могут пушить? Ничего себе, а мы-то и не думали об этом. По-моему, Вега просто не ожидали, что Спириты пойдут. И сами Спириты как-то так бодро вышли. На, все в итоге уходят. Успевают. Успевает Бэйн, но он попытается подцепить. Девять секунд блинка. Афтерлайф. Станчиком может попробовать сработать. Афтерлайф. Фрустав ждет одна. И вьюл подняли. По-моему, это минус нован. Стан. Еще и наверх. Флай. Боже мой. Что делал Флай? Ты посмотри на это. Он релокейтно пытался спасти, боже, Флай. Он релокейтнулся отсюда, вот сюда. И все равно бы козу могли забрать. В итоге минус Флай. Да, отступить не смогли. Беру свои слова обратно и сейчас будут страдать. Нужно энчандрос выкупаться уже. Пять без виспа. Пять без виспа. Ну, боже. Флай. Флай очень жестко руинит эту катку. Он просто... 07. Флай. Ну, как так-то? Что у тебя так плохо получается в этой игре? Рамзек пошел. Просто ворвался свой секс. Шиву. БКП прожал. Ой, дикий парень. Энчантрос забирает одного некрача. Ну, кстати, надо быстренько сейчас у членовардов ломать. Праймал Роар. Офлайф, который успел на фрорстах немножко отъехать. И давайте он нечет пока. Финцгрип. Но вана. Бить бы надо. Тинни БКП прожимает. Отходят все разные стороны. Тинни сейчас большую часть БКП будет выходить. Есть рефрешер. Можно Тинни застанет. Тинни станет. Ликан его грызет. Ликан пошел дальше. Грызет Энчантрос. Энчантрос очень больно. Из трех ударов ее сгрызает. Тинни минус. Тинни байбекается. Висп через 2 секунды выходит. Тимбера. Поймали. Тимбер очень больно. Нужно динается. Тинни не успевает. Динается. В итоге заходит сюда Тинни. Начинает бить всех. БКП уже нету. Выкидывает Ликана с базы. Тинни выходит. Тинни выходит также с байбека. Нужно забрать хоть кого-то. Успеть. Заслипали. В итоге Сему. Сему. Так. Сему здесь конечно убивают. Соло бейн. Хоть что-нибудь дай. Ничего. Нету. Все в кул. Да. И бараки стоят. Ну с трудом. С трудом. На бараке хотя бы засейвили. Не умри. Висп с самого начала. Могло получиться поинтереснее. Плюсу я возвожу в степень. Ну. Флайчик конечно. А флайчик. Андрюша. Пока что-то не очень не получается. В итоге коры без него ничего сделать нормального не могут. Там заходит конечно. Рамзес большой объем работы выполняет. Из-за того что много внимания к себе привлекает. Но только БКБ заканчивается он тоже становится уязвимым. Ну и так же нам было очень прекрасно видно. Как энчантеровский. Эммм. Тут антачи был. Что-то против ликантропа не очень сработал. Потому что ликантропа просто съел. Да. Во-первых против БКБ он не работает. Во-вторых. Ну в принципе уже в лейте он не так круто работает. Вот. Если бы он как-то работал на модификатор атаки. Вот именно который зависит. Ну скорость атаки от двух вещей зависит. От скорости от вот этого модификатора. Не помню. От множителя. То да. Но он просто снижает атаку на 130. И в лейте это уже не так круто работает. А из-за того что энчантерс единичка. Прибавка к силе. Она очень тонкая. У нее всего 1700 хп. Хотя есть и аганимы. Вд на силу. И драгон лэнс. В котором игр клап. Ну и без байбеков. Теперь Тинь естественно для того что покупался и лишал себя жизни. Точнее его лишали жизни. Не имеет возможности купить себе какой-то артефакт. Так остается своей бабочкой. 1600 голды всего лишь. А айтемы очень нужны. И маншард ему нужен. И криты нужны. Я не знаю. Я по-прежнему наставил на то что Кристаллис с выходом в Дейдаус был бы лучше. Хотя бы за те удары которые ты успеваешь сделать как БКБ. Ты понес больше ТПС. Заходит Рошан. Но это может быть сейчас с опасностью. Сейчас на этом игре может закончиться. Очень опасно. Там разбираются с крипами. Тинь не понимает что нужно выходить. Рошану еще слишком мало нанесли дэмэджа. Убираются вега. Но если они соберутся единым кулаком то ничего не получится сделать. Сверху там тем временем уже бараки снесены. И линия пушится. Линия пушится. Надо что-то делать либо драться либо уходить и отдавать Рошана. Будут делать Team Spirit. Team Spirit пока разбирается с умонами. Но они могут на релокейте прилететь туда и отступить на некоторое время. Но нет они идут в атаку. Мага настигает Тиньи. Одна тычка. Вторая. Маг за форстафели. Кекс. Лагуна. Глиммер. В итоге Лирус поймали. Смотри что творит. Огромное количество урона носят по магу. Маг не знает что делать. Просто погибает. В откасте у него был репрессер. Но ванской гаунда стоит расстреливать. То есть у него кидают Рамзеса. Себя в юл. Кликантроп. Флайт скидает. Держит еще в Шеклса теперь Айзберга. Импетуса больные по всеми. Но не знает кто скептов. Есть реланч. Все по-прежнему жив. Все мечтает порты. Все. Матки погибает наконец-то Айзберга. Размен 2 в 2. Рамзес продолжает развлекать противника. Где Рамзес? Он уже сверху где-то. Он только что был снизу. Укупает в Шадоу Шаман. Потому что импетус на миллион урона залетает в соло. Они выиграли эту драку. С ума сойти. Посмотри на этих парней. Просто отдали двух саппортов. Забрали Шадоу Шамана Бестмастера. При этом сейчас нету ни БКБ. Ничего. И драться вега не могут. Нету ни ультов. Да. Вот это конечно выход был. Спириты красавцы. Но нет. Идут все-таки. Идут пока нету виспа. Хекс получает. Ой. Лагуна Блейд. Айзберг. И 111 секунд без байбека. Держит еще автолайфа конечно. Здесь соло. Снюков пытается забрать. Пашу тоже здесь. Згрызают. Минус энчантрис. Рамзес на хайграунде. Там его находит Сема. Дает Хекс. И Рамзес тоже в таверну. Минус все. Ну практически разве что кроме бейна. Хор героя без байбеков. Больше минуты будет в таверне сидеть. Рошана добирают вега. И нужно уже просто бежать на чужую базу. И игру заканчивать. Что-то как-то быстро ультимейт Лина откатывает. Наверное так же подумали Team Spirit. Ну Тини конечно стерли там очень здорово. Не хватило саппортов. Нету байбеков. И наверное все-таки вега должны допушивать. Да. Очень напряженная игра конечно. Но как мы видим Team Spirit тоже вторым номером играть не могут. Вообще. Всем им нужно пушить короче. Всем надо идти ломиться. Кто-то молодец. Итогу этих бу-карт. О Лина. Ноуан находит красавчик. Ноуан 12.09. За 46 минут он ни разу не умер в такой-то игре. Тут все наверное успели хотя бы по разу бедануть. Ну да. Силикан даже разочек. Ноуан не Лина. Гэгэй слабая. Обязательно. Ну Ван тащик сильно красавец. Провел хорошую серию. Взял просто на пустую игру в свои руки. Запорнил кучу артефактов. И убивал. Убивал бедного Виспа. Да. Андрюша. Который. Который. Флайчик. Флай. Да. Ну Флай очень много раз. Он умер. И даже. Ну неважно на самом деле уже была это ошибка. Его или нет. Сам факт того что у Виспа долгое время не было ни Глимера. Ни Гаста. Он умирал еще больше. Вместо того чтобы там на 0.6 остановиться. Он в итоге 0.9. И ну с его смертей начинались все вот эти вот финальные. Он тоже сидел и думал что хуже уже не будет. Да. 0.6 хуже не будет. 0.7. 0.9. Ну тут как бы бац Лина. Бац. 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 И в общем то пришли к такому результату. Получается что сравниваю счет у нас с Вегас Квадрон. Счет серии станет 1.3 решающая карта у нас будет.